Привет, Кавер Проджект! Меня зовут Ваган Микаэльян, я дизайнер интерьера и предметный дизайнер. Сегодня покажу вам интерьер в центре Москвы, который спроектировал я. Ко мне обратился заказчик для разработки дизайн-проекта интерьера для своих троих дочерей. И самое удивительное, в ходе дальнейшего знакомства и общения выяснилось, что он тоже армянин. И мало того, что армянин, так еще и с одного же города, откуда я родом, из такого маленького города, как Гавар. Естественно, естественно, тот самый факт, который меня поразил, что мы из такого маленького города, оба рода, встретились в огромной другой стране. Я взял за основу, и в один прекрасный день я открыл Google Maps, карты, и решил вспомнить свой город. Потому что я уехал оттуда, правда, давно. Открыл Армению, открыл этот город, посмотрел вид сверху, и я понял, вот что нужно. Цветовая гамма меня просто поразила. Это были уникальнейшие цветовые сочетания. Синева сивана, красные горы, зеленые дилижанские ландшафты, похожие на швейцарские горы. Единственным желанием заказчика было использовать минимальный визуальный образ, без каких-либо помпезных решений, позолота и так далее. Поэтому было принято решение взять за основу ту цветовую гамму из Google Maps, карты Армении, и в виде акцентов разложить в интерьере особенности в ковре, которые спроектированы тоже по моему эскизу. Эскиза ковра делалась все вручную, делалось все это акварелью, поэтому мы назвали этот ковер «Акварель». Возможность акварели дать размытые границы позволила разработать этот дизайн ковра. И, сделав много различных эскизов, далее мы отправили в Индию, где Джайпур Ракс специально для нас начала вручную все это изготавливать. Заняло это больше полугода, и результат впечатляет, потому что он собирает весь интерьер вокруг себя и отражает ту мысль, которую я закладывал. И в один прекрасный день, когда один из подрядчиков зашел к нам, увидел все это, говорит, ну, интерьер прям для советского дипломата. Что же, меня устраивает это определение. В целом, я хотел немного этого настроения передать, когда я пытался развить тему, как я говорю, Армении, прошлого, некого даже этнического. Мы должны не забывать, что Армения входила еще и в состав Советского Союза, перенялась на себя образ, и там все то же самое, что и у нас в России. В целом, это квинтенсация истории развития Армении. И в какой-то определенный момент интерьер стал слишком игривым, что ли. И, естественно, мне захотелось это разбавить. Я понимаю, что все-таки девочки живут, но при этом к ним приезжают родители, но при этом заказчик сам очень человек солидный. И тот факт, что мы берем в дизайн-проекте горы, траву, то есть все натурально, естественно, нужно было добавить немного дерева, что придало очень такой хорошей солидности интерьеру, двери, конструкция, которая входная у нас в гостиную, тоже передает немного такой помпезности. Естественно же, еще пришлось добавить натурального камня, мрамора красного, который практически один в один с гормой Гавар сочетается. И в коридоре тоже использовали необработанный травертин, такого бежево-белого цвета. Квартира общей площадью 130 квадратных метров изначально была с свободной планировкой. Единственное, что ограничивало нас, это две несущие конструкции из бетона. При входе в квартиру справа расположили гардеробную отдельно, слева душевую с очень экстравагантным дизайном из черного и красного терраса. Слева у нас кухня-гостиная, откуда есть вход в рабочий кабинет, где мы как раз придумали конструкцию из матового стекла. По желанию заказчика нужно было разместить в квартире три спальни. Из-за того, что окна расположены с одной лишь стороны квартиры, было сложно реализовать данную задачу, и одна из комнат осталась без окна. Но мы нашли выход, придумали большое остекление, которое выходит на соседнюю комнату, у которой два огромных окна уже с естественным освещением. Благодаря системе приточной вентиляции в этой комнате всегда поддерживается свежий воздух. Из-за того, что окна в квартире расположены с одной стороны, коридор получался абсолютно темным. Мы приняли решение разработать конструкцию с матовым стеклом, за которую будет кабинет, и дополнительно освещать темную часть интерьера, в частности коридор. В этом помещении расположена библиотека и рабочее место для трех студенток. Я вообще сторонник подхода к проектированию интерьера, который использует именно ткани первоначально. То есть я подхожу к интерьеру, начиная с ткани. Для меня это очень важно, потому что если интерьер, во-первых, не тактильный, и, во-вторых, если любую мебель переобить в какую-либо другую ткань, он переобразуется колоссально и играет совсем по-разному другую роль, может сыграть одна и та же мебель, но в разных тканях. Самое прекрасное в том, что в этом интерьере присутствуют такие шторы, например, от Нобелес, очень известной компании, Марка Александра, кресла, обитые компанией Рома ткани. Уникальность этого интерьера в том, что практически все предметы были спроектированы мною и моей супругой, Лилит Николаян, она спроектировала именно эти кресла. В ходе этого проектирования она использовала пластилин, она разрабатывала серию, она искала форму, скажем так, философию раскрывала именно этого материала, пластилина, в различных предметах. И эта серия сейчас у нас уже в галерее. И это все потом реализовалось именно вот в этом интерьере. Из готовых предметов в этом интерьере приобретались только две кровати компании Twills, Банальда, кресло от компании Мороса и все освещение. 101 Копенгаген практически везде и различные компании из Америки. А весь декор приобретался у компании Мэнерд Мэнтер. Вообще в этом интерьере все сделано из дуба. Единственное, что сделано из ясеня, это синяя консоль. В диване, в журнальном столе стулья. С виду они такие маленькие, легкие, но они очень тяжелые, если взять в руки. Все это сделано из прямо самого дурального массивного дуба. В интерьере есть дерево, камень и, естественно, не хватает еще одного натурального материала. Это металл. И было принято решение кухню спроектировать из латуни. Латунь – это живой материал, натуральный материал. Со временем приобретает различную патину. С годами не только визуальный образ его становится богаче. Латунь также появился в отделке фасада гардеробов. Гардеробы выглядят очень монументально в комнатах за счет своих размеров. Фасады от пола до потолка практически. И чтобы передать образ говарских гор, попробовали запатинировать латунь таким образом, чтобы имитировало немного вершины, холмы данного региона. На стене одной из спален появилось черное панно. Довольно-таки неординальное решение для интерьера. И выбор поддержал заказчик. Это лимитированная серия, сделанная по моим эскизам. Их всего пять штук. И первое, соответственно, находится в этом интерьере. Панно называется «Держи ряд, не высовывайся». Когда на него смотришь прямо, то ряды расходятся. А когда смотришь сбоку, некоторые элементы высовываются. Концепция картины в том, что система с самого рождения пытается нас уравнять, свести к всех к единому мнению, быть похожими на всех. И картина о том, что те, кто успели высунуться или немного отойти, выйти из ряда, смогли добиться чуть большего, чем, может быть, другие. Не только искусство и арт-объекты несут в себе смысловую нагрузку. Я всегда говорю, что я пытаюсь дать возможность людям контактировать с окружающей средой на более эстетическом уровне. И каждый предмет, каждый элемент интерьера должен нести в себе какую-то мысль. Дизайн должен говорить с обладателем, нести некую философскую нагрузку и не быть просто функционалом. Я убежден, что дизайн создает культуру, культура формирует ценности, а ценности определяют будущее. Аминь! Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok